Песня Песня Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир. И неспроста сегодня мы начинаем наш эфир с гимна «Юн армии». Ведь сегодня в нашей студии призеры военно-спортивной игры «Победа-2017». Ну а как съездили эти ребята и с какими успехами они вернулись, мы узнаем сегодня. Итак, еще раз напоминаю о том, что в нашей студии сегодня ребята. Ребята, которые буквально вчера вернулись с Москвы с победой. Ну а где они участвовали и как они победили, они расскажут нам прямо сегодня. Но для начала давайте познакомимся. Сегодня в студии у нас Семенов Николай Мирославович. Он является руководителем команды, который съездил с ребятами. И непосредственно сами участники. Это Гузанров, правильно, Игорь, Романова Милада, Стручков Коля, Кулаковский Вова, Васильев Дима и Кривошапкин Гриша. Здравствуйте! 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 Ну и первый вопрос, конечно, к руководителю. Расскажите, в каком составе ребята поехали? И что же это за такие игры «Победа-2017»? Здравствуйте! Ну как вы все знаете, да, патрическое воспитание молодых граждан в последнее время является одним из главных направлений государственной политики. И создана такая государственная программа «Патрическое воспитание граждан» на 2016-2020 годы. И в целях реализации этой программы в городе Москве проводились российские военно-спортивные игры «Победа». Из нашей республики поехали Мегина, Конголасского, Луса, Батаринские кадеты в составе 10 кадет. Из них 8 юношей и 2 девочки. С какого по какое число ребята принимали участие в этих соревнованиях? Ну соревнования проводились с 15 августа по 19 августа уже у нас были закрытия. Итак, ребята, значит у нас поехали в составе всего лишь 10 человек, да? Из них 2 девочки и 8 мальчиков. Это все у нас юные кадеты. И необходимо, наверное, для наших телезрителей, конечно, озвучить результаты. Командный результат, потому что он реально восхищает многих. Ну соревнования проходили на базе именитой Таманской дивизии, это в городе Москве, и парке вооруженных сил «Патриот». Участие принимали из 63 регионов Российской Федерации. Соревнования состоят из 7 видов. Это у нас строевая подготовка, визитная карточка, это тест по истории, дорога победителей, тактическая игра и военизированная эстафета. Ну общий итог общекомандный. У нас мы заняли третье почетное место. То есть среди 63 регионов наша республика показала результат на третье место, да? Так точно. Так точно. Ну я думаю, ребята, наверное, уже пора бы и вам рассказать. Коля, расскажи, пожалуйста, про культурную программу всероссийских военно-спортивных игр «Победа-2017». Конечно, там было красиво и закрытие, и открытие, потому что это достаточно масштабные мероприятия. Вот расскажи нам, пожалуйста, Николай. Открытие состоялось 15 августа в парке «Патриот». Сперва нам показали мастер-класс мастера спорта по парашютному. Они прыгали с флагами Российской Федерации и юной армии. Меня удивило, что один из спортсменов, ну все спортсмены почти прыгали на уже 11 тысяч прыжков. Меня это очень удивило. Потом нас поздравили, известная группа «Дискотека Аварии». Мы там все пели, танцевали с ними. Было классно. То есть у вас даже побывали именитые артисты российского шоу-бизнеса. А как же прошло закрытие? А, закрытие, ну сперва награждали, потом приехали известные группы «МБен». Там они пели, да. Потом был салют, там. Потом мы все прошли на трибуне, там нам показали мастер-класс мотострелковые дивизии под танки. То есть это тебя тоже впечатлило очень сильно, да? Очень сильно. Хорошо. А вот мне интересно, вот всего две девочки в составе нашей сборной, да? И Милада является одной из них. Милада, как ты вообще решила принять участие? Да вообще, как ты попала в кадетский корпус? И ты же ведь девочка, и как-то совсем мало, наверное, девочек увлекаются именно вот таким обучением и такими соревнованиями. Да. В общем, когда мы были республиканские соревнования были в «Снежный барс», там мы участвовали. После этого мы уже там путевку дали на российские военно-спортнивные игры «Победа». После этого нам сказали, только будут участвовать две девочки. И выбрали нас со мной планы. А как ты попала вообще вот именно в кадетский класс? Почему ты захотела пойти туда именно? Если честно, я не учусь в кадетском корпусе. А ты не учишься? Да, девочки там не учатся. А ты не учишься в кадетском корпусе. А значит, ты просто увлекаешься этим, да? Военно-патрилический клуб кадетов. А, ты у нас воспитанница военно-патриотического клуба, да? Как ты пришла тогда в этот клуб? Просто узнала об этом и пошла попробовать, да, решила? Да. А скажи, если бы в кадетский класс принимали бы девочек, ты бы пошла учиться? Да, конечно. Конечно, да? Хорошо. А Дима, где у нас Дмитрий? Дмитрий у нас расскажет немножечко про парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации, да, Дима? Тебе больше всего это понравилось. Расскажи, какой же этот парк и вообще, где все это происходило? Парк культуры и отдыха открылся в 2015 году. Территория масштаба 5,5 га. Ну, там есть много музея, военные техники, танки, батареи, много корпусов. Там мне интересовало, что военный полигон широкий масштаб, 27 га, они стреляют танками. То есть это очень большой парк, и там есть на что посмотреть, да? Да. У нас очень есть интересный участник, да, Игорь? И давайте познакомим вас с Гришей Кривошаткиным. Гриша у нас вообще издалека. Расскажи о себе, откуда ты родом и где ты сейчас обучаешься? Я родом с Кобяйского уста, село Себян-Кёль. Я по национальности Авиан. И я учусь в Мигана-Кангалавском устье, батареинской средней школы имени первого героя Секутов. Фёдор Кузьмич Аппо. Вот, расскажи, пожалуйста, почему ваша школа, вот именно имени этого героя? Какой подвиг он совершил? Наверное, все воспитанники этого кадетского класса просто обязаны это знать. Вот почему школа имеет имя именно этого героя? Фёдор Кузьмич Аппо первым из Якутов переплыл в реку Днепр. И он убил, можно так сказать, во время Великой Отечественной войны более 70 фашистских немцев. И он отобрал пулемёт и ещё добавок уничтожил 50 немецких людей, можно так сказать. То есть он достаточно известная личность, и, конечно, он совершил героический поступок, да? Именно поэтому вашу школу назвали в честь него, да? Да. Хорошо, а теперь расскажи мне, как давно ты учишься в кадетском классе? Я в кадетском классе учусь три года. В этом году я закончил девятый класс. Чтобы участвовать во всероссийских военно-спортивных играх, мы должны были пройти вот в республике Снежный и Барс. Это аналогичные, да, игры, только в нашей республике? Да. Мы, можно сказать, долго тренировались, чтобы занять первое место в этих сравнениях. И эти соревнования проходили вот в Мегано-Канглазском улусе. Там участвовало 17 улусов. Из них мы заняли первое место. И нам дали путёвку в город Москву и право на участие во всероссийских военно-спортивных играх «Победа». После этих соревнований мы тренировались на республиканские военно-спортивные... На сбор школ, начавших имена Героев Советского Союза. Эти игры проводились на территории Вилийского улуса. Мы там заняли тоже первое место. И нам дали путёвку на детский оздоровительный лагерь «Кескиль». Как здорово, да? То есть вы, ребята, реально не просто так получаете, да, вот все эти лавры. Вы реально трудитесь. И вы завоёвываете первые места на республиканских соревнованиях, на всероссийских, да? Хорошо. В лагерике «Кескиль» вы побывали. Там тоже у вас не просто отдых был ведь, да? Да. Мы там тренировались 20 дней. И там на территории детского лагеря проводились первые республиканские игры «Казачьи сполох». Там участвовало две команды. Горный УЗ и мы. Почему-то смеётся у нас Николай. Хорошие воспоминания, да, Коля? Да. Есть много воспоминаний. Две команды, поэтому... Мы там заняли тоже первое место. Вот. И что там ещё было? Мы тренировались на... и готовились на эти победы. Хорошо. Смотри, Гриш, ты рассказываешь, вы тренируетесь тут, ездите на сборы туда-сюда. Мешает ли это твоей учёбе? Ведь всё равно учебный-то процесс, он достаточно сложный. Или это всё проводится внеурочное время, и тебя не отвлекает от учёбы? Нет. Это... эти соревнования проводятся во времена учёбы. Ну, можно так сказать. Мне это никак не мешает на учёбу. Не мешает? Не мешает. Успеваешь хорошо учиться и ещё активно участвовать в различных таких мероприятиях, да? Ну, можно сказать, что эти соревнования мне помогают в учёбе. Помогают в учёбе эти соревнования? Вот как здорово. Ну, что ж, дорогие телезрители, сегодня мы говорим с ребятами, с юными кадетами, которые побывали на всероссийских соревнованиях. Ну, а сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно вернёмся в эту студию. Ну, что ж, мы продолжаем наш летний эфир в студии Дарья Анкехова. И сегодня у нас в гостях ребята, ребята, которые вчера вернулись в соревнования, всероссийские соревнования военно-спортивной игры «Победа-2017». И необходимо напомнить, что среди 63 регионов участниц они заняли у нас третье почётное место и привезли эту победу к нам в республику. И сейчас я бы хотела задать вопрос Игорю. Игорь, вот кадетский класс, учёба, наверное, не самая простая, не самая лёгкая. И вообще, расскажи про распорядок дня обыкновенного кадета. Я бы, ну, сперва передал всем привет, кто меня видит здесь. Пользуясь случаем, Игорь передаёт всем привет, да? Да. Хорошо, дальше. Вот, в кадетском классе учатся 20 кадет, ну, нас 20. 20 человек в классе. Да, мы учимся в общей школе, в общеобразовательной, где учатся 60 детей. Мы с ними вместе учимся. То есть в школе у вас 60 детей? Но в вашем классе только 20? Да. И как распорядок дня у нас, ну, другой, как в армии. Всё как в армии, да? Всё как в армии. Во сколько у вас подъём, ребята? У нас подъём в 6.30. Ну, наряд встаёт в 6 часов. Рано. И после этого мы в 6.30 сразу подъём, после этого сразу зарядка до 7. И в 7 часов мы идём завтракать, и после этого учимся. Ну, учимся мы как обычные дети. То есть обыкновенная, общая образовательная программа, да? После того, как вы отучились? После этого у нас тренировки. Ну, по снежному барсу. Или, если у нас нет соревнований, мы идём по консультации. Угу. Да. После этого у нас вечером футбол или баскетбол. Ну, в субботное время играем. Ну, вы всё равно не просто так лежите же на кроватях, да? Вы больше уделяете время спортивным, да, каким-то мероприятиям? Уроки читаете. Уроки ещё делаете? У них после ужина самоподготовка. Да. До 10 часов. До 10 часов. И отбой у вас? Готовятся к завтрашнему дню. Отбой в 10. До отбоя, согласно распорядку дня у нас, вечерний осмотр, вечерняя поверка, вечерняя прогулка, исполнение строевой песни. И поверка, и отбой. Ну вот, Николай, у меня тогда возникает вопрос специально для вас. В настоящее время вообще кадетских корпусов становится всё меньше. И как-то этому уже уделяется меньше внимания, чем, допустим, в советское время. Вот на ваш взгляд, для чего нужны вот такие кадетские классы? Хотя бы один класс, но на весь УЛУС кадетский класс должен быть. Вот почему и для чего? Так, я бы на этот вопрос вот так вот ответил. Последнее время, да, у нас в республике кадетское образование сильно развивается. Ну, я про свой кадетский класс расскажу. У нас он открылся в 2005 году, согласно указу тогдашней главы Птицына Владимира Ильича. И вот в прошлом году мы отмечали десятилетний юбилей. Ну, если про кадетскую школу... А у нас не военная школа, это полувоенная. И мы готовим ребят, не обязательно стать военными, да? И мы готовим и на военном поприще, чтобы были готовы, и на гражданском. Вот так вот. И в силовые структуры. Это МВД, МЧС, УФСИН, ПСБ и, конечно же, вооружённые силы. Вот так вот готовим. С какого возраста ребята поступают? Так, набор у нас ведётся после седьмого класса. У нас есть вступительные экзамены. Это традиционная математика, русский язык, физподготовка физическая. Физическая подготовка включает в себя подтягивания 100 метров и 1000 метров. А также собеседование. То есть попасть в кадетский класс не каждый может, да? Ну, не каждому суждено. Суметь попасть, да, ребята? Да, да, да. И вот эти ребята, это те, кому посчастливилось, да? Так точно. А вот скажите, пожалуйста, вот после окончания 11 класса, имеют ли эти ребята какие-то льготы или какие-то, ну, допустим, бонусы при поступлении вот именно в университеты, связанные с силовыми структурами? Это зависит от высших учебных заведений, как у них там в уставе прописано по поступлению. Допустим, я знаю, в Самарской юридической академии там есть такая льгота. Да, и в Санкт-Петербургской академии МВД есть. А у нас в республике, по-моему, нет такого. Они просто сами подготовлены именно физически и морально, да? Да, физически и морально. К такому будущему, да? Ну, тогда возникает вопрос. А вот, ребята, давайте сейчас быстренько скажите, кем вы мечтаете стать в будущем? Вот интересно узнать. Юный кадет, кем мечтает стать? Ну, я бы хотел стать военным. Военным хочешь стать. Так, дальше у нас Гриша? Я хочу, когда я вырос, я хочу стать военным офицером и служить России. Служить России. Умничка. Так, Милада у нас просто из патриотического клуба. Кем мечтает стать? Я хочу стать военным медиком. Военным медиком. Умничка какая. Так, далее у нас, ребята. Я хочу стать спецназом УФСИН. Белый медведь. Хочешь работать в спецназе, да? Отлично. Игорь? Я хочу стать тоже спецназом. То есть хотите работать на такой достаточно опасной, да? Работе в спецназе. Да. Молодцы, ребята. А вот вы учитесь, да? Вот самое сложное в учебе кадета. Что самое сложное? Я не знаю, но для меня, наверное, нет сложности. Я там уже третий год обучаюсь. Третий год уже никаких сложностей, да? Нет, в первом году было. С чем тебе было тяжелее всего? Ну, я так своего этого УФСА так далеко не ехал. А, далеко скучал по родственникам, да, по родным. Да, такие сложности были. И внутри кадетов тоже такие сложности бывали. То есть привыкнуть все равно сложно, жить далеко от дома, да? Ну, все равно там коллектив мужской. Там бывают разные случаи. Все равно коллектив мужской. Как и везде, да? Да, да, да. Хорошо, ребята. А вот вы побывали в Москве. Вот на таких всероссийских соревнованиях. Привезли победу, да? Вами, наверное, гордятся. Я просто вчера была свидетелем, как вас встречали в аэропорту, да? То есть вас встречали реально как героев. То есть вам и аплодировали, там ее обнимали. А я вас заметила по очень интересной, вот такой яркой форме. Николай, расскажите, что это за форма? Она единая у вас. И ребята прям приехали все в ней. Вот что за форма эта? Так, вот эта форма, да, в которой ребята сидят, это форма всероссийской военно-патриотического движения юной армии. Нам это выдали на соревнованиях в городе Москва. То есть практически, мне кажется, в любой городе России их узнают только по этой форме, да? Да, да, да. Сразу видно, юная армия исходит. Это видно, что юная армия. А, ребят, вы побывали в Москве, и, наверное, у вас были какие-то смешные случаи. Может быть, не с этой поездки, а с другой. Кто-нибудь расскажет нам забавные, смешные случаи. Да, я могу рассказать. Вот у нас там во время соревнований это было. Когда мы шагали строевой, вот там был большой, очень большой плац. И вот это был этап стать строю силем бою. Мы вот прошли круг. Покажи. Торжественным маршем. Покажи торжественный марш, как вы проходили. Ну, как проходят. Вот. Вокруг светов. Пройди вот здесь, как вы проходили. Микрофончик держите. Микрофон держи. Вот так проходили. И вот впереди у меня стоял друг мой. Друг стоял впереди. Да, товарищ. И я случайно наступил на него. На туфли наступил. И его туфли улетели. То есть ты наступил на туфли впереди идущему товарищу. И у него по ходу дела отлетели туфли, да? Да. И он прямо в носках вот прошел. А, то есть он не побежал за ними, не растерялся и продолжил идти в носках. Это прямо во время конкурса было у нас. И это была конкурсная программа, да? Да. Ну, а вы не рассмеялись тоже? Вам же нужно быть серьезным лицом. Ну, да. Я чуть не смелся. Ну, удержался, да? Держался. Потом вышли, и поэтому он побежал за туфлями. Отлично. Милада, ну а ты вот девочка участвовала в таких соревнованиях. И я знаю, что практически нет никаких скидок для участников, да? Будь ты девочкой, будь ты мальчиком, да? Да. Ты проходила наравне с мальчишками вот все этапы соревнований. Самый сложный этап для тебя какой был? Самый сложный этап для меня был дорога победителей. Угу. В чем заключалась эта дорога победителей? Дорога победителей. Первым это полоса препятствий, преодоление полосы препятствий. Второе, оказание первой помощи. Третье, определение азимута. Четвертое, бросание гранаты. Третье, ползание БТР, под БТР. И четвертое, четвертое, ну все. Ага. И из них больше всего тебе понравилось или запомнилось что? Полоса препятствий. Полоса препятствий. Она, наверное, тебя измотала очень сильно, да? А легче всего тебе что дается? Для оказания первой помощи. Ну вот той, кем и ты хочешь быть, да? Военной, военным врачом. Ребята, а вот знаю я, что пользуясь случаем вы хотели передать привет кому-то, да? Кто желает, прошу, время эфира ограничено. А, ну конечно. Так, пользуясь моментом, я хочу передать искренние слова благодарности нашему главе района, Старостину Николаю Прокопьевичу, за оказанную помощь в обеспечении военного мудирования и формы одежды. И своему руководству, Черкашиной Ирине Васильевне. Дальше. Спасибо большое, кто помог нашим ребятам выехать, да, дальше. Я передаю всем привет, кто меня знает. Пользуясь моментом, я хочу передать благодарность тем людям, которые меня поддерживали физически, морально. Вот, это моя бабушка, родители, сестры, моя тетя. Вам всем спасибо, что вы меня поддерживали. Ну что ж, спасибо большое, дорогие ребята. И надеюсь, вы будете явным примером того, каким должен быть патриот, который любит свою страну, родину и республику. Ну а мы увидимся с вами на следующей неделе. Всего доброго.